Лето – традиционная пора для отдыха детей. Помещение высшей школы Майдер летом свободны, и именно поэтому детским коллективам города предоставляется возможность провести свободное время с пользой и интересом и посетить мастер-классы, которые проводят педагоги школы. Мы уже не первый раз приглашаем детей с языкового лагеря, для того, чтобы они могли с нашими преподавателями что-то сделать своими руками. И, конечно, хочется поблагодарить наших преподавателей Института дизайна, в первую очередь Татьяну Сонину, за то, что они нашли время на такое времяпрепровождение летнее. Конечно, я думаю, что детям тоже интересно побывать в стенах высшей школы, то есть там, где учатся взрослые, посмотреть на все это. И я думаю, что, несомненно, большая очень польза связана с тем, что дети привлекаются в сферу таких творческих поисков. Мы пришли из языковой школы Ликоль. У нас летний лагерь по изучению английского языка. Дети в возрасте от 10 до 12 лет. Утром мы позанимались английским языком, а затем пришли заняться рукоделием определенным. Сегодня высшая школа Майнер нам предложила заняться песочной графикой. Дети делают для себя рамки для портретов. Сначала они дружно обсудили, а затем приступили к делу. В принципе, все. Они получают огромное удовольствие. Преподаватель замечательный, очень умеет с детьми ладить. И они с удовольствием идут сюда, в школу, потому что они уходят довольны результатом, им здесь не скучно. И вот сейчас они опять развлекаются и ожидают результатов, пределами работы. Мастер-класс проходил как в помещениях высшей школы Майнер, так и за ее пределами на улице, где ребята вместе с преподавателем красили свои заготовки из баллончиков с краской. Детей увлекло то, что занятия проходили не в одном помещении, но еще и можно было выйти на улицу, сменить обстановку, а также свободно ходить по классу, общаясь и обмениваясь полученными впечатлениями. Сегодня мастер-класс, который проходил в высшей школе Майнер, предоставлял для ребят возможность поработать в технике, песочной графике. А именно мы создавали такие рельефы из песочных контуров, которыми потом оформлялись рамочки для фотографий. Вот здесь вы видите те заготовки, которые сделали ребята, им осталось только вырезать фотографии любимые и вклеить вот в эти рамочки.